Ты упомянул Skift, я упомянул другое профессиональное издание T-News. Недавно была публикация в этом издании, в котором прозвучала, на мой взгляд, фраза, которая достаточно точно характеризует рынок тревел-стартапов, как и стартапов в целом, мне кажется. Сейчас барьер для входа очень низкий, но барьер для disruption, то есть для того, чтобы привнести что-то новое в рынок, как-то поменять перевозки потребителя на этом рынке, очень высокий. И поэтому действительно регулярно появляются новые проекты, люди ищут новые идеи, в тревел приходят очень многие, потому что мне нравится путешествовать. Это та же самая история, как многие открывают турагентство, потому что нравится путешествовать. А если человек немножко разбирается в программировании, и более того, если он чем-то неудовлетворен во время своего путешествия, он думает, ну, наверное, по этому поводу можно сделать стартап. Вот так и появляются эти стартапы. Хотя, конечно, есть множество очень интересных ниш, действительно. Одна из них – это ниша sharing economy, на которой работают Airbnb, Uber, одни из крупнейших проектов в плане капитализации среди компаний, которые еще не вышли на IPO и остаются частными. Очень интересно, что именно рынок travel стал вот этим, скажем, рынком, на котором появились эти флагманы. Именно рынок travel дал вот эту возможность для появления условно новой экономики, экономики обмена. И появляются проекты, которые находятся в других сегментах этой экономики, ну, более нишевые какие-то истории. Например, вот недавно запустился проект encore.travel, который – это Airbnb на рынке яхт. Вот такая небольшая такая история. Мировые тренды связаны с мобильными технологиями. Говорится очень много о росте мобайл, говорится очень много о том, что, в общем-то, многие проекты становятся Mobile Lonely или Mobile First, известная история проекта Hotel Tonight, который недавно вышел на российский рынок также. Много говорится о больших данных, и в сегменте travel это как раз-таки связано с анализом отзывов, с анализом профилей пользователей и персонализацией какой-то там создания более, скажем, продвинутого опыта бронирования путешествий, когда человеку, за человека уже придумывают то, что он хочет. То есть, когда проект, некий продающий путешествия, знает о желаниях человека больше, чем сам человек себе представляет. На рынке, на котором очень много существует различных предложений, очень большой выбор, и очень сложно сделать выбор, это, конечно, очень актуально. Это то, что касается мировых тенденций, скажем так. На российском рынке, ну, российский рынок всегда был немножко отстающим, конечно же, и, конечно же, стоит учитывать, что рынок стартапов не существует в отрыве от рынка финансирования, в отрыве от тех людей, которые готовы инвестировать в некие новые идеи, причем с большим риском того, что эти инвестиции окажутся неудачными. В России, к сожалению, с этим всегда было немножко проблематично, в последнее время стало еще более проблематично. Но, наверное, тенденция последнего времени заключается в том, что появляются российские проекты, которые смотрят за рубеж, которые смотрят на возможности зарубежных рынков. Это проект App in the Air, кстати, мобильный проект, который работает на глобальном рынке. Это проект Corner, созданный выходцем из Рамблера Артемом Коноваловым. Ну и другие российские тревел-проекты, например, тот же самый Островок, достаточно широко известный, скажем так. Он работает также с зарубежным рынком, при этом стараясь делать упор на B2B рынок, то есть предлагает какие-то свои решения для агентов. Но пока, мне кажется, заметна действительно тенденция того, что проекты тянутся за тем, что есть на зарубежных рынках, пытаются опробовать те модели, которые есть на зарубежных рынках. Хотя вот те проекты, которые я упомянул, это App in the Air, Corner, они изначально оцелены на зарубежные рынки, и поэтому стараются сразу предлагать что-то новое там. Но таких проектов мало. Конечно, много тех, кто пытается адаптировать какие-то модели. Не знаю, существует динамическое пакетирование, достаточно широкая тема, распространенная в Европе. На российском рынке появляются проекты типа Bookina от туроператора Innatur, которые, в принципе, пытаются адаптировать эту модель динамического пакетирования для российского рынка. Мне кажется, такие истории здесь актуальны, как и, скажем там, истории с бронированием туров в интернете тоже самое. Это просто история про то, что люди должны прийти в интернет и что-то там начать делать. После этого уже появляется надстройка следующего уровня, когда у людей возникает какая-то более сложная потребность, чем просто бронирование. У них появляется больше выбора, и в таком случае проектам нужно сделать какое-то дополнительное усилие, чтобы выделиться. И вот на этом этапе может возникнуть инновационность. Есть, ну, начнем с того, что, конечно же, там, любое онлайн-тревел-агентство по типу того, что продает авиабилеты, это Jenny Wayne Day, Billetix, Ozon.travel. Для них сегмент внутреннего рынка всегда играл большую роль. Большая часть самостоятельных путешественников – это путешественники, которые могут лететь не на отдых, а к друзьям, родственникам и так далее. И зачастую, конечно же, они бронируют билеты в онлайн-тревел-агентствах. Это может быть также сегмент деловых путешествий, там, SMB, который является Unmanaged Corporate Travel, как это называется по-английски, да, который также использует услуги онлайн-тревел-агентств. Естественно, для них это всегда был большой сегмент, сейчас он стал еще больше, да, и там направления типа Сочи, Крыма, они, конечно же, серьезно подросли в этом году. Существуют проекты аналогичные нашему, мы, естественно, заметили на себе рост количества бронирования на внутреннем рынке. Есть также наши уважаемые конкуренты, которые также с этим рынком плотно работают. Есть проекты по типу TopTripTip, это мобильная информационная такая система по внутренним направлениям. Вот это действительно то, что нацелено именно, фокусно на ту аудиторию, которая, в общем-то, путешествует по России, и они делают всем взаимодействие с туристическими офисами различных регионов. Есть проект Турбазар, который также работает с отелями на внутреннем рынке, пытаясь предложить им некую вот эту новую модель продажи отелей через социальные сети. Ну вот эти два, пожалуй, это те, что приходят в первую очередь в голову, когда мы говорим именно о стартапах, нацеленных на внутренний рынок. Есть такая интересная, на мой взгляд, интересная компания Explorage. Она изначально запускалась на зарубежный рынок, предлагая в основном немецкой и американской аудитории путешествия в Россию какие-то интересные, необычные. Но сейчас в связи с сложившейся обстановкой они начали немножко переориентироваться и на внутренний рынок тоже, и находят какие-то уникальные, интересные вещи для тех людей, которые живут в России, но хотят видеть Россию. Такие истории тоже появляются, ну, как и истории со многими туроператорами, турническими агентствами, мне кажется. Есть такая проблема, но вот ты затронул интересную тему, это тема, так называемых, ниш в Tourism Activities. И у меня вот на Тиньюзе даже была такая небольшая дискуссия, ну, сперва это была дискуссия на конференции с одним знакомым про возможности существования нишевых проектов Tourism Activities и супермаркетов Tourism Activities. По сути, вот наш проект – это супермаркет Tourism Activities. Он приводил аргументы в пользу того, что нишевые проекты лучше понимают своего клиента, вот, например, рыбака, да, вот, и поэтому они будут иметь на тебе всегда преимущества. Ну, у меня есть свои аргументы в пользу супермаркетов, вот, поэтому после нашей дискуссии на конференции он написал статью, я написал статью в ответ, в общем, так получилось достаточно развернуто и интересно. Я считаю, на самом деле, я считаю, несмотря на то, что мы работаем на стороне супермаркетов, что место для таких нишевых проектов есть. Другой вопрос, что ниша – это всегда некое такое ограниченное количество людей, которые этим интересуются, поэтому как агентство, которое может зарабатывать 5, 10, 20 тысяч долларов в месяц, это интересная действительно история, но стартапы – это зачастую компании, которые рассчитывают на рост, там, как до миллиардных оценок. Стреляют в звезды, и тогда, возможно, долетишь до луны, в общем-то, это девиз для стартапов, поэтому я поощряю такие истории, и мы рады сотрудничать, в общем-то, с проектами, которые делают что-то в каких-то нишах, вот, но тут вопросы действительно возникают в том, что это – агентство или стартап? Ну, это терминологические истории. Кстати, да, ты упомянул Booking, по-моему, недавно как раз прошла новость, что они перестали передавать e-mail в отеле, да, то есть вообще ничего не стали давать, и тут понятно, онлайн-тревел-агентство – свой интерес, им интересно, в принципе, то же самое, что ты говоришь. Мы понимаем, что, например, есть интерес со стороны онлайн-тревел-агентства к нашему продукту, соответственно, им тоже интересно иметь некий профиль пользователя у себя, предлагать им отели, естественно, конкурентов того отеля, в котором человек остановился, да, то есть это идет немножко вразрез с интересами самого отеля. Мне кажется, что, вот ты не зря упомянул Юру, да, что проекты типа Hotel Look, вот эти мета-поиски, они как раз в какой-то степени, ну, ну, не к этому поводу пытаются решить эту проблему, просто потому, что для отеля это возможность получить клиента через некий новый канал. Мета-поиск, по сути, работает с поисковым трафиком, да, в основном, там, из поисковых систем, и способен это делать зачастую даже более качественно, чем это делают онлайн-тревел-агентства. Единственное, что у него нету, может быть, таких инструментов, там, какое-то повышение лояльности, с одной стороны. С другой стороны, он дает возможность сравнить цены, посмотреть, да, что, где, как. И, соответственно, отель, который может получить клиента через мета-поиск, это, по сути, клиент прямого бронирования. Вот, и, а, в общем-то, все, о чем мы с тобой говорим, это вопрос бронирования через отеля и прямого бронирования, как они с друг с другом, в общем-то, соотносятся. И, в общем-то, известная тема, да, что отели стремятся как можно больше получать клиентов в прямом бронировании. И в связи с этим, кстати, я вспоминаю проект, не на российском рынке, увы, работает, но он стал победителем в смотре стартапов на Focusrite Europe, конференция, которая проходила в мае в Дублине. Проект очень интересный, очень простой, но в то же время решающий, может быть, очень много проблем для отелей. Это проект TripKiss, который предоставляет отелям виджет, который сразу же на сайте отеля показывает, что вот вы можете забронировать у нас, условно, за 100 долларов, а в OTA вы можете забронировать там 110, 115, 120, условно говоря, да. И сейчас, кстати, вот идет как раз дискуссия на тему rate parity, условий так называемых, да, и если эти условия будут отменены для отелей, то в таком случае, конечно, у них станет больше возможностей конкурировать с онлайн-травел-агентствами по цене в том числе. И тогда такие проекты будут особенно востребованы. Нужно думать даже, может, не столько про стартапы даже, а действительно про сегмент онлайн-травел в целом. Онлайн-травел – это не только стартапы, которые появились там недавно, но и крупнейшие гиганты типа букинга там и так далее. Конечно, сейчас появляется все больше решений для мобайл. В связи с этим пытаются люди как-то, ну, тревел-проекты адаптировать интерфейсы, делать бронирование более удобными. Зачастую это включает в себя, скажем так, взаимопроникновение мобайла и десктопа, так называемый мультискрин, когда ты ищешь что-то на мобайле, приходишь и продолжаешь поиск на десктопе и бронируешь на десктопе. Такие технологии появляются в том числе и на мета-поисках, и в онлайн-травел-агентствах. Мне кажется, что также актуально, скажем так, развитие, ну, опять же, это про тот сегмент, в котором мы работаем, развитие дополнительных сервисов каких-то, да, предложений, в зависимости от того, что мы знаем о пользователе, соответственно, там, предложение дополнительных услуг. Причем мы понимаем, что если человек бронирует, там, отель 5 звезд, то ему желательно приложить какой-то эксклюзив. Если он бронирует, там, 2-3 звезды, то это может быть просто, там, сити-тур какой-то на автобусе, условно говоря, да. Тревел-агентства пытаются понять, скажем так, мотивацию пользователя, зачем он вообще едет. Ну, там, условно, простейший пример на букинге, там, он спрашивает, вы вообще по бизнесу или на отдых? Понятно, что человеку, который летит по бизнесу в условный Норильск, предлагать сургут для отдыха не очень правильно, да, соответственно, нужно разделять, что человеку реально интересно, что учитывать его профили, а что не стоит учитывать, потому что это, там, другого рода история. Ну, это сложная тема понять мотивации пользователя. В России, мне кажется, развивается мультиченел во многих сегментах и в e-commerce, кстати, в том числе в магазинах. Кстати, e-commerce пытается также входить в тревел-сегмент, ну, азонтревел давно существует, появляются другие истории с интернет-магазина, которые пытаются делать свои тревел-проекты, типа, типа, юморта и так далее, да. Да, вот, кстати, интересная история, что азонтревел, по сути, появился раньше, чем амазон задумался о том, чтобы идти в тревел-рынок. Амазон буквально в конце, в начале этого года тоже заявил о запуске своего тревел-проекта. Вот, это интересный пример того, как на нашем рынке что-то появилось раньше. Вот, ну, а про мультиченел, если мы говорим, то это, понятно, проекты типа связной тревел. Вот, мне кажется, что сочетание оффлайн и онлайн-канала, то есть людям, работающим в онлайн-канале, не стоит забывать про оффлайн-канал. Вот это тоже важный посыл, особенно актуальный для нашего рынка, в котором оффлайн все-таки пока еще доминирует. Ну, и обратная история, конечно, что если ты в оффлайне, не забывай про онлайн. Да, насколько я понимаю, ну, представляю себе, что такие предложения используются как инструмент по ширине ловельности клиентов, естественно, да, и это есть у Сбербанка, у Русского Стандарта, у Мегафона, там, свой тревел-проект, там, и так далее. Действительно, ActaGo активно работает в этом направлении. И, кстати, по-моему, ну, по крайней мере, громких историй на западном тревел-рынке я не встречал. То есть это направление, которое вот как-то более активно у нас развивается, возможно, как раз усилиями людей из ActaGo, которые предлагают это различным брендам. Ну, мне кажется, что здесь ты не зря действительно упоминаешь и сравниваешь столицы с регионами. Все-таки нужно понимать действительно в какой степени и где существует туристический рынок как таковой. То есть туристический рынок, рынок путешествий на отдых. Потому что когда ты путешествуешь по бизнесу, опять же, да простит меня тот самый Норинск. Да, это твоя задача остановиться, поселиться, переночевать, пойти на работу. Когда ты едешь с туристом, то, конечно же, ты хочешь получить те самые впечатления. И здесь вопрос в том, куда едут туристы. То есть вопрос действительно, опять же, развития того самого внутреннего туризма, того самого внутреннего рынка. И здесь можем говорить о том, что он существует в Москве, существует, конечно, в Петербурге. Он существует в Сочи и в Крыму сейчас на данный момент. Но остальные регионы как-то пока не сильно видны, скажем так, на туристической карте. И здесь я вспомню свое высказание, которое я уже где-то приводил, что Рязань не сможет, на мой взгляд, в ближайшее время поменять в сознании человека Париж, условно говоря. То есть человек понимает, что Париж ему недоступен, но это не значит, что он сейчас там бросит все и поедет в Рязань, Тверь или куда-нибудь подальше, типа Екатеринбурга. Хотя, в принципе, там на самом деле есть на что посмотреть, есть куда поехать. Я читал недавно про Урал, отзыв своего друга, который ездил по самоцветному кольцу. Очень интересные природные места. Действительно, я сам с Урала, сам большой ценитель тех мест. Но пока проблематично это все с точки зрения инфраструктуры и проблематично это все с точки зрения маркетинга. Все требует инвестиций, а денег пока на них, насколько я понимаю, не особо. Поэтому мы немножко такой в патовой ситуации сейчас в этом плане. Подвижки, я бы сказал, есть, но я бы не назвал их системными. Я думаю, что такие же подвижки я мог бы видеть и в 2013, и в 2012 году. Это ситуация, которую мы сейчас обсуждаем, когда у нас произошло такое переключение внутреннего туризма. У меня такое ощущение, что сейчас все-таки до сих пор рынка как такового не сформировалась, вот этого внутреннего туризма. И, как я уже упоминал, не произошла смена, вот та самая смена парадигмы сознания, она не произошла. То есть, закрыли путь за рубеж кому-то, но у кого-то такая возможность осталась, есть за рубеж. Но там, скажем, опять же, такие же места, как Сочи и Крым, они там всегда были. Ну, сейчас посмотрим по итогам этого сезона, что они на себе испытают. Я думаю, там будет какой-то рост. Что касается остальных регионов, то пока незаметно такой большой активности. Хотя, может быть, мы увидим, как единичные действия складываются в некую систему со временем, и что-то интересное будет заметно. Опять же, пытаются придумывать какой-то бренд России, но это, скорее, история маркетинга зарубежного, попытка делать маркетинг России за рубежом. Но, опять же, первых системности нет. И мы можем сравнивать. Я читал недавно интервью представителя туристического офиса Чикаго, организующего Чикаго, и то, какие у них усилия предпринимаются по маркетингу Чикаго, города одного, про их офисы открытые в Европе и Китае. Чуть ли не два офиса даже в Китае. То есть масштабы, конечно, абсолютно другие. На глобальном рынке конкуренция громадная, но в текущей обстановке Россия, в принципе, видится многим опасной страной для большинства. Хотя Петербург, в котором я был недавно, он, конечно, привлекает большое число туристов. Но это единичный пример, мне кажется.